Здравствуйте, друзья! Сегодня вы увидите... Те, которые я шариковой ручкой подписал, это вот сорта старинные, сорок третьего года, вот морковка, которую бабушка у меня выращивала, Шантене, сорок третьего года. И я заметил, что старые сорта, они стоят дешевле, чем эти современные гибриды. Не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Всем добра! Я с детства помню вкус овощей с бабушкиных грядок. И ни за что не променяю сортовой помидорчик на гибрид, какой бы красивый гибрид не был. Когда мы начали задумываться о выращивании своих овощей, то встал вопрос о том, где взять хорошие сортовые семена. Вернее, вопросов было много. Что такое старые сорта овощных культур? Что они представляют собой? В чем их отличие от новых сортов гибридов и трансгенных растений? Почему стоит возрождать старые сорта? Почему именно они лучше? Мы хотим выращивать овощи из своих семян. В комментариях я читал разные вопросы. Почему мы боимся гибридов? Мы что, готовимся к апокалипсису и прочее? Зачем нам это нужно? Это нужно не только нам, это нужно всем. И если вы до сих пор не задумывались об этом, то сейчас поймете, почему пора задуматься. Свойства старых сортов овощей 1. Вкусовые качества. Кто не пробовал старых сортов, тот не поймет, о чем речь. А те, кто ел еще у бабушки помидорки в далеком детстве или огурчики, тот сразу вспомнит тот вкус и аромат. Вспомнили? То-то же. Именно этого свойства уже достаточно, чтобы отказаться от искусственно выведенных сортов и гибридов в пользу старых, проверенных временем. Старые сорта намного вкуснее гибридов. Новые сорта практически не обладают вкусом. 2. Повышенная неприхотливость. Старые сорта могут расти в полудиких условиях, не нуждаются в высоком уровне современной агротехники. Подкормки, искусственными удобрениями, защите от болезней и вредителей при помощи специальных химических средств. Тотальном уничтожении сорняков. И могут даже прощать некоторые просчеты в агротехнике. То есть некоторые наши мелкие ошибки в выращивании не будут иметь тотального влияния на урожай. Конечно же, это совсем не означает, что растения старых сортов смогут расти в пустыне, без воды, почвы или в арктических льдах без укрытия и т.д. Им, конечно же, нужно создать хорошие, приемлемые условия для жизни. Что, собственно, и дает пермакультура. Остальное они создадут себе сами и принесут урожай. Не стоит питать иллюзий на этот счет. И нужно понимать разницу между созданием необходимых условий, внимательным наблюдением за произрастанием растений, корректировки, если это потребуется. С одной стороны, и ежедневным уходом. Поливом, подкормками, опрыскиванием от болезней и вредителей. Борьбой с сорняками с другой стороны. Это можно сравнить с известным крылатым выражением. Чтобы накормить человека, можно принести ему рыбу и потом приносить каждый день. А можно научить его ловить рыбу самому. Так вот, в случае с пермакультурой и старыми сортами мы создаем условия. То есть даем растениям возможность добывать себе необходимое питание самостоятельно и собственными силами защищаться и приспосабливаться. А в случае с традиционной агротехникой и новыми сортами-гибридами мы вынуждены каждый день приносить им рыбу. То есть снабжать питанием, защищать от неблагоприятного воздействия среды и т.д. 3. Суперпластичность. Тут нужно отметить, что одним из важнейших для нас свойств сорта является его способность адаптироваться, приспосабливаться к определенным условиям среды и технологиям возделывания. Так вот, в зависимости от степени проявления этого свойства сорта подразделяют на 1. Пластичные сорта с широкой способностью к адаптации. 2. Непластичные сорта с узкой способностью к адаптации. Старые сорта культурных растений относятся к пластичным. Это значит, что при изменении условий среды, при погодных аномалиях или в случае выращивания в другой климатической зоне, отличающейся от той, где были получены семена данного растения и где произрастали поколения его предков, растение имеет гораздо больше шансов выжить. Принести урожай, дать жизнеспособное потомство и передать ему эти вновь приобретенные свойства, устойчивость ко всем пережитым аномалиям и приспособление к новым почвенно-климатическим условиям на генетическом уровне. 4. Способность давать жизнеспособное потомство, самосохраняться в процессе размножения. Старые сорта дают жизнеспособное потомство, семена, в отличие от генетически модифицированных растений и некоторых гибридных сортов, не способных к воспроизводству самих себя. Кроме того, сорта, в особенности старые, у них эта способность проверялась и закреплялась веками, способны сохранять свои ценные уникальные свойства, присущие конкретному сорту, если семеноводство ведется с пространственной изоляцией сортов и видов, которые могут переопылиться. Более того, растения старых сортов в большей степени способны накапливать за счет широкой способности к адаптации и передавать своему потомству полезные признаки, приобретенные ими в процессе жизнедеятельности. Устойчивость к аномальным погодным условиям, приспособление к почвенно-климатическим условиям конкретной местности и участках, где они произрастают. 5. Высокое содержание биологически активных веществ Наиболее богаты биологическими активными веществами и наименее изменены селекции дикие съедобные растения. Из культурных растений, которые мы выращиваем в своих садах и на огородах, к диким съедобным растениям по происхождению генетически, по свойствам и составу, ближе всего находятся как раз растения старых местных сортов. Хороший пример – старые сорта пшеницы. А дичать пшеница не может, у нее нет диких видов. Полбы, спельты, уникальные питательные свойства которых разительно отличают их от более молодых видов и сортов пшеницы. Для сравнения охарактеризуем новые сорта по аналогичным качественным признакам. В отличие от старых сортов, новые сорта и гибриды очень требовательны к условиям произрастания и не самостоятельны, так как человек приучил их к тому, что он оберегает и защищает их от всех внешних воздействий, снабжает водой и питательными веществами. В результате новые сорта и гибриды представляют собой этаких капризных тепличных существ, не способных к самостоятельной жизни без участия человека. Новые сорта и гибриды не пластичны, либо менее пластичны, чем старые, то есть приспосабливаться к аномальным, жара, засуха, мокрое или прохладное лето или новым для них условиям им трудно, либо вообще невозможно. И уж тем более сложно ждать в таких условиях от них урожая. Кроме того, гибриды не способны передавать свои свойства потомству. У их потомства происходит так называемое расщепление признаков. Это значит, что собрав и посеяв семена с гибридного растения, получим непонятную смесь разномастных растений, далеко не все из которых принесут приличный урожай. Генно-модифицированные растения, а также некоторые гибриды, вообще не способны давать жизнеспособных семян, то есть они стерильны. Биохимический состав плодов растений новых сортов и гибридов беднее, чем у старых сортов. Снижение содержания биологически активных веществ у плодов растений новых сортов и гибридов можно заметить, сравнивая их с дикими, а также со старыми сортами. Легко можно проследить, как с приобретением одних, так называемых хозяйственно ценных свойств, терялись другие важные свойства – запахи, эфиры, вкус, полезные микроэлементы. Так были выведены растения с более крупными плодами, но ослабленным вкусом и запахом. Наглядный пример для сравнения – лесная земляника и садовая клубника. Плоды, которые должны хорошо переносить транспортировку, лишились своей нежной, сочной консистенции и вместе с этим своего насыщенного вкуса – помидоры старых и новых сортов. Старые сорта огурцов, не гибридные, пчелоопыляемые, заметно вкуснее своих новых, самоопыляемых сортов и гибридов. Старые виды из сорта пшеницы, если сравнивать их по биохимическому составу с новыми сортами, тоже значительно превосходят последние и по содержанию белка, и по другим важным составляющим. Чем объясняется такое принципиальное отличие старых сортов от новых и гибридов? 1. Генотипическая неоднородность, широкий набор генов, характерный для большинства старых сортов, и наоборот, генотипическая однородность новых сортов и гибридов. Старые сорта – это в большинстве своем сорта популяции. Сорт популяция – сорт перекрестнопыляющейся или самопыляющейся культуры, полученный путем массового отбора и представляющий собой совокупность генотипически различных растений. Одним из важнейших свойств культурных растений старых сортов является их способность приспосабливаться к различным изменениям окружающей среды, что обусловлено как раз наличием внутри одного сорта популяции растений со сходным, но не идентичным набором генов. Большой набор различных генов внутри одного сорта популяции дает шанс популяции выжить за счет тех растений, генетический набор которых позволяет так или иначе приспособиться к новым условиям среды. Именно это явление и обуславливает такое свойство старых сортов как пластичность. Новые сорта и уж тем более гибриды не имеют в запасе такого разнообразия генов как сорта популяции. В случае с новыми сортами это результат стремления к одинаковости растений, выровненности плодов по размеру, форме, срокам созревания, потому что это облегчает уход, позволяет механизировать процесс сбора и переработки урожая. В случае с гибридами ни о каком разнообразии генотипа речи вообще быть не может, так как у растений, принадлежащих к одному гибридному сорту, генотип вообще практически идентичный. 2. Проверка временем. Это не пустые слова, а нормальный опытный процесс. Растения старых сортов десятилетиями, столетиями опробировались и приспосабливались к разным климатическим условиям определенных местностей. Выживали в различных аномальных погодных условиях, сохраняя при этом свои индивидуальные сортовые свойства. Растения старых сортов передавали своему потомству способность выживать при всем том многообразии условий, которые они сами и их предки пережили. Новые сорта и гибриды таким длительным периодом полевых испытаний в различных климатических и почвенных условиях похвастаться, мягко говоря, не могут. Причем, чем новее сорт, тем меньше был его испытательный срок. Раньше, перед тем как допустить сорт в госреестр, его гораздо дольше и тщательно испытывали, чем сейчас. Накапливать и передавать потомству полезные признаки у новых сортов просто не было времени. А гибриды, как мы помним, вообще на это не способны. Теперь вы знаете, в чем отличие старых сортов от новых и выбор за вами. Либо начинаете создавать свой родовой семенной фонд, либо не заморачиваетесь, а продолжаете покупать у корпораций генно-модифицированные семена. Конечно, мало взять семена из семенного фонда или у людей. Нужно вырастить, собрать семена, сохранить сорта, отобрать, приспособить к месту. Для этого придется выделить время, поработать, много чего узнать. Проще всего с травами, которые не особенно по сортам отличаются. Укроп, кинза, кервель, например. И с самопыляющимися растениями. Перец, баклажан, помидоры. С них можно начинать учиться. С остальными, особенно тыквенными и крестоцветными, сложно. Сто метров от участка до участка, пчелы, соседи выращивают свои сорта, гибриды. Где гарантия от переопыления? Нет ее? Проблема в том, что расщепление еще и не сразу может проявиться. Остается либо заниматься изоляцией и искусственным опылением цветков, либо на такой случай хранить семена старых урожаев. Что-то вроде резервной копии. Предполагаю, что человек может сознательно управлять приобретением новых признаков у своих растений. Тогда беготня с марлечками не потребуется точно. Иногда получается. Ну что, попробуем? Ну вот, получили мы часть наших семян, что заказали. Сокровища наши. Заказывали мы в четырех местах. Из трех мест уже получили. Это вот семена с сайта родной продукт ЛПХ РУС поселения РФ. Вот у них заказывали 2 марта. Оплатили. Все приехало в срок. Там мы заказали такие семена интересные, которых нет в продаже. Ну и, соответственно, многие в реестре отсутствуют. Ну, некоторые и есть. Например, капуста белокочанная, белорусская. Вот. С 43-го года. Вот. Перец сладкий Виктория. С 73-го года. Это бабушка мои сорта сажала. Такие сорта. Я вот их решил тоже возродить. Винни-Пух 81-го. Но его бабушка не сажала уже. Вот этот перец я помню. Капуста вот эта с 43-го года тоже была. Еще здесь есть такие вещи, как томат Лев Минусинский. Сызранская пипочка. Томат Тырновский красный. Фасоль красно-белая. Хорошие такие тоже сорта. Итого получилось у нас 1200 рублей. То есть все семена 1000 рублей и 200 рублей за доставку. То есть вот так получилось у нас. Это соруспоселение. Еще очень много семян я нашел. Сортовых семян старинных. Нашел на сайте Семена Заказ. Производители этих семян. Поиск и Марс. То есть вот тут вот. Ну арбузы понятно. Бобы белорусские. Черные. Вот 50-го года, 43-го года. Альфа. Кабачки тут, которые бабушка вот выращивала. Капуста опять же здесь вот грибовская. Ну сразу скажу, что у нас тут заказаны не только сортовые вещи. Не только сортовые семена овощей. Но и разные другие. Единственное, что мы не брали гибриды. Мы брали только сортовые семена. Упор делали на старинные. Ну как старинные. Советские сорта. Вот капуста белокочанная Московская, 43-й год. Белокочанная Лосиностровская, 68-й. Фасоль Московская, 43-й. Ремень, 76-й. Это Семена Пост. По-моему сайт Семена Пост. Все ссылки на сайты, где мы покупали. Все я укажу в описании, если кому-то интересно. Вот капуста белокочанная. Это вот производитель Поиск. Для квашения очень хорошая капусточка. Лосиностровская, 68-го года. Капуста. Вот. Это сорт. Сорт, который выращивала моя бабушка. Вот фасоль. Это фасоль, сорт 43-го года. Серия кольчуга. Семена под защиту. Вот. Ориентируйтесь, пожалуйста, вот на такие семена. Советские. И тогда будет у вас все хорошо. Это у нас Московская Поздняя. 43-го года. Сорт. Все сорта я проверял по Росреестру. Сверялся с возрастом на этом сайте. То есть, год, когда зарегистрированы в этом реестре овощей и семена, я там уточнял. Конечно, тут может быть и что-то и поддельное. Я не удивлюсь, в наше время могут все. Но надеюсь, что это все-таки стартовые старые семена. Вот эти семена, которые нам приехали с Роспоселения. Вот. То есть, вот по этому списку, что я заказывал, вот по этому списку. Это с Роспоселения. Все тут приехало. И горошек, и томаты. Все здесь есть. Семена томатов. Это люди вот культивируют сами. Из года в год семена производят вот этих вот старых российских сортов. И тех, которые произрастают на территории Сибири, Алтая. То есть, очень такие неприхотливые семена, которые вырастут в любом случае у вас. И в открытом грунте, и в зонах рискованного земледелия. Да, самый большой заказ это был у нас семена заказ. С сайта семена заказ на 2600 получилось. Вот. Ну, с доставкой обошлась 410 рублей. 2800, если точно. Общая стоимость товаров 2400. Итоговая сумма 2693. Наложенным платежом высылают. Все хорошо пришло. Тут множество позиций. Те, которые я шариковой ручкой подписал, это вот сорта старинные. Сорок третьего года. Вот морковка, которую бабушка у меня выращивала. Шантене. Сорок третьего года. И я заметил, что старые сорта, они стоят дешевле, чем эти современные гибриды. Вот. К примеру, вот репа Петровская стоит 4 рубля пакетик. Я взял два по 8 рублей. Это 50-го года сорт. А репа Жучка, это примерно 2006 год. Сорт 2006 года стоит 12 рублей. Странно. Свеколка Бордо. Тоже бабушка сажала 43-й. 43-й год. Ну и, конечно, хит. Это томат белый налив. Я взял сразу побольше. 66-го года сорт. Эти помидорки изумительно вкусные. Я помню, бабушка выращивала. И они росли просто на грядке. Ну, такие кустики невысокие. Не превышали 40-50 сантиметров от земли. Вот. И им хватало вполне навоза коровьего в качестве удобрения. И дождик в качестве полива. И все. Вырастали отличные помидоры. Такие вкусные. Обалдеть просто. Вот. Вот. Томат Оля заказал F1. Единственный гибрид в моем заказе. Было очень интересно, что такое томат Оля. Естественно, не все мы будем выращивать сразу. Какие-то семена будем использовать потом уже, когда переедем окончательно. Вот. Семена хранятся долго. От момента сбора порядка семи лет вполне пролежат. Ну, мы до этого, надеюсь, переедем. Вот. Также здесь есть хорошие такие вот томаты. Тоже из моего детства. Это вот эти вот. Томат Волгоградский 5.95. Это 53-й год сорт. И томат Волгоградский скороспелый 323. С 73-го года сорт. Ну, грунтовой и грибовский это вообще классика. Это 50-й год сорт. Отличные томаты. Вообще прекрасные. Белый налив. Это мой любимый помидор. Не мог я от него отказаться. Также очень много купили различных трав и цветов. Олюшка любит у меня выращивать разные цветы. Мечтает об этом просто. Вот тут куча всяких цветов. Производитель поиск тоже. Ну, в цветах я не очень разбираюсь. Но Олюшка говорит, что это все красиво. Такие названия тут мне неведомые. Вот. Ну, в принципе, это в любом семенном магазине этих цветов полно. Тут не обязательно искать гибриды, не гибриды. Эти цветы, они еще пока не подделываются. Вот смотрите. Огурец Вязниковский. Вот в таком конвертике они приходят. Эти семена. Есть, конечно, из полиграфии. А есть просто вот такие вот семена. Вот. Уральский дачник РФ. Производитель. Огурец Вязниковский. Это хит. Хит нашего, так сказать, советского овощевыращивания. Где тут у меня огурцы Вязниковские? Сейчас посмотрим. Какой год. Это какой-то из сороковых. Сейчас я посмотрю более точно. Так. Где у нас тут огурец? Огурец Вязниковский. Да. Вот огурец Вязниковский. 43-й год. Вот. Я взял две пачки. 8 рублей обошлось. Все эти семена. Ну, вот. Таких она приходит. Вот морковь. Морковь Шантане. Тоже сороковой или сорок третий год. Бабушка выращивала. Вот. Морковь Лосина Островская. В общем, вот в таких пакетиках. Без всякой полиграфии. 4 рубля пакетик. Прекрасные семена. Внутри пакетика, кстати, полторы тысячи штук. Этой морковки. Огурец Вязниковский. Здесь вес. Вот. 0,5 грамма. Не знаю, сколько тут семян. Ну, в принципе, достаточно, наверное, будет, чтобы вырастить. В открытом грунте. В открытом грунте. Семена эти выращиваются. Вот. Капуста. Укроп. Морковка. Морковка. Тут морковка. Весь морковка у нас и в ленте, и в каких-то рулонах тут. И просто драже. В виде драже. То есть, всякие разные виды морковки. Тут вот огромный пакет. Тоже отличные семена. Вот. Смотрите, Олюшка тут у меня все запаковала. Вот. Ну, еще хочу сказать, тут один производитель мне понравился. Так. Какой же, какой же. Сейчас найду. В общем, что хочу сказать. Хорошие семена, которые, ну, в общем-то, сортовые, производят у нас несколько компаний. Среди которых хочу отметить Марс. Очень много сортовых семян советских. Поиск. Тоже компания-агрофирма, которая производит эти семена. Что еще? Уральский дачник. Вот. Не у всех производителей есть свои сайты. Например, на сайте семена-заказ продаются, ну, это как агрегатор. Там продаются семена различных производителей. Там есть и поиск, и Марс, и прочие другие там. Уральский дачник. Вот этот вот. Уральский дачник там тоже продается. Все, все эти семена там есть. Конечно, там не написано, что это сортовое семечко, какого-то там 43-го года. Это все надо уточнять самим. Вот. Ну, смотрите, в общем-то, все хорошие семена, как правило, идут вот в таком вот пакетике, без полиграфии. Он, во-первых, и дешевле. Вот. Во-вторых, чаще всего это старый советский сорт. Не гибрид. Вот огурец Вязников. Вязниковский. Типичный представитель вот этого старого сорта. Вот. Ну и, конечно, там я дам тоже в описании ссылочку на сайт реестра этих овощей, где вы всегда можете по названию посмотреть, когда занесен данный сорт в список, вот в этот, в реестр. Вот. Чтобы не ошибиться. Таким образом, вот, можно выбрать на этих сайтах, ну, нормальные семена, не гибриды. Для чего? Для того, чтобы выращивать потом на вашем подсобном хозяйстве, на даче или в деревне, нормальные овощи, которые растут в неприхотливых условиях, произрастают в любых зонах рискованного земледелия, в Сибири, на севере. Ну, разработанные для нашей страны, а не какие-то там голландские овощи Монсанта, которые пичкают разными непонятно какими химикатами для того, чтобы они прорастали. Вот. Это растет все само. На навозе, на водичке, на нашей русской земле. Я считаю, это большой плюс для того, чтобы быть со вкусными овощами. Все ссылочки там, на места, где я покупал все это, я укажу в описании под этим видео. Вот. Естественно, у нас тут есть и те семена, которые не советского периода. К примеру, вот, дыня колхозница, да, это 43-й год. Дыня ананаса, это уже, по-моему, 2006 или 2002 год. Также вот горох. Один горох альфа 77-й, а горох оскар. Это, по-моему, 2000-й год. Ну, я не уточнал. Я искал, прежде всего, старые семена. Вот. Арбуз сахарный малыш – это современный сорт. Арбуз огонек – это старинный. Ну, как старинный. Уже прошлого века, 1960-го года сорт. Конечно, мы не закрываем путь гибридом. В принципе, можем и их. Но сортовые семена, да, вот эти вот старые советские, естественно, я буду высаживать отдельно подальше от всех других овощей. Будут у нас специальные семенные грядки подальше от разных этих других экспериментов. В общем-то, так и организуем свое место, благо земля есть, чтобы выращивать и сортовые семена, чтобы они друг другу не мешали, там, не перепылялись, поменьше перепылялись. Вот. Ну, и прочие вещи, такие безопасности. Будем делать, чтобы семена свой сорт воспроизводили. Вот таким образом, ребята, ищите, ищите старые семена, покупайте, берегите свое здоровье, восстанавливайте, возрождайте старые наши русские традиции. Наши овощи самые лучшие, самые чистые, самые полезные. Всем добра и крепкого здоровья. А на сегодня все, надеюсь вам понравилось, всем добра.